Чемпион WBC в полтяжелом весе канадец Адонис Стивенсон заявил, что считает себя королем в этой весовой категории. Я король полтяжелого веса. Я победил короля Чеда Доусона, чтобы стать королем. Я знаю, что добился очень многого и вместе с своей командой я продолжу делать все, чтобы оставаться на вершине. Я лучший боксер этого дивизиона. Свои слова Адонис подтвердил своим видом на пресс-конференции, куда он явился с короной на голове и так просидел все мероприятия. Адонис Стивенсон и Бату Джек поделились ожиданиями от предстоящего поединка. Все, что я прошу, чтобы после боя не было никаких оправданий. Знаю, Адонис обладает отличным ударом, но как у него обстоят дела с держалкой? Я просил у Флойда сделать мне этот бой, и он как всегда не подвел. Вскоре у нас появится новый чемпион мира. Я не прошу поединков попроще, всегда выбираю самых сложных соперников, ведь только так можно заработать реальные деньги. Из Стивенсона я выбрал, потому что он один из лучших. Он крутой, но я еще круче и докажу это 19 мая. Согласно ряду источников в Мексике, чемпион по версии WBC в супер-среднем весе Дэвид Бенавидес проведет следующую защиту титула против Матвея Коробова 28 июля. Поединок может быть в андеркарте объединительного поединка между Майки Гарсией и Робертом Истером-младшим, который пройдет в Лос-Анджелесе. Двукратный бывший претендент на титул чемпиона мира в легком весе Филиппинис Мерсито Геста сразится с американцем Роберто Титом Мансонаресом в 10-раундовом поединке за титул WBC в легком весе. Возглавив боксерское шоу Golden Boy Boxing 14 июня, этот турнир в прямом эфире покажет телеканал ESPN. Даниар Ильюсинов начал тренировочный лагерь с известным тренером Джоном Дэвидом Джексоном во Флориде. 27-летний полусредний вес готовится к следующему бою в Великобритании, который намечено 6 июня. Имя соперника Ильюсинова пока неизвестно. Накануне Даниар дал комментарий по поводу нового сотрудничества. «Я провожу потрясающую подготовку во Флориде, и я многому учусь у Джона Дэвида. Каждый день я узнаю все новые и новые приемы, чтобы сделаться лучшим и более агрессивным профессиональным боксером. Я не могу дождаться, чтобы сразиться в Лондоне, что в июне». Совсем недавно Абель Санчес тоже не остался в сторонке горячих обсуждений потенциального поединка между Василием Ломаченко и Майки Гарсией. Абель уверенно заявил, что Ломаченко легко расправится с Гарсией. «Я думаю, Ломаченко деклассирует Гарсию. Да, я так действительно считаю. Я говорил еще полгода назад, это перед пятью или шестью латиноамериканскими журналистами, и они на меня так посмотрели. Ты бы видел. Я просто считаю, что Ломаченко очень талантливый боец. Люди скажут, что Майки больше, но нет, они оба начинали с полулегкого. Но я считаю, что Ломаченко побьет его». Журналист BoxingNews24.com Скотт Гилфой считает, что чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс лишится своего пояса, если когда-либо выйдет на ринг против Геннадия Головкина или другого сильного представителя дивизиона. Время Сондерса в качестве чемпиона мира WBO уже на исходе. Как только он встретится с Головкиным в обвинительном бою, для него наступит гейм-овер. Triple G будет преследовать его по рингу и, скорее всего, нокаутирует Сондерс не более чем бумажный чемпион, который владеет титулом WBO только потому, что дрался с Энди Ли вместо Головкина, Джермала Чарльла, Дэниела Джейкобса или Сергея Деревиченко. Если бы британец сразился с кем-нибудь из этих парней, он наверняка был бы избит. Субтитры сделал DimaTorzok